Дорогие братья и сёстры, друзья, перед нашей молитвой я хотел бы прочитать из 4 главы Евангелия от Иоанна. Здесь описывается как минимум два события ярких. Это разговор Христа с Самарянкой и исцеление сына царедворца. И, знаете, много раз читая эти места, увидел схожесть или не схожесть, а закономерность, последовательность событий человека, уверовавшего в Бога. Итак, первое, я не буду всю историю говорить про Самарянку, если вы помните, что Христос, разговаривая с ней, эти вот, сказал ей очень великие слова, которые сказаны для всех людей. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. И Христос для неё сказал, кто будет веровать в Меня, то, как написано в Писании, у того потекут реки воды живой, и у того слово моё сделаться источником воды, текущим в жизнь вечную. Это он сказал Самарянке. И вот после этих слов Самарянка уверовала в Иисуса, она идёт в город, помните, да, и разговаривает с жителями своего города, с того селения. И я прочитаю с 39 стиха 4 главы Евангелия Теана. «И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшие, что Он сказал ей всё, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. И ещё больше число уверовали по Его слову. А женщины и то и говорили, уже не по Твоим речам веруем, ибо сами услышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Братья и сёстры, сначала, я сейчас хотел бы обратить внимание на жителей того селения. В первый раз они уверовали или поверили слову женщины. Так написано, да? Они поверили и пошли ко Христу. Они попросили эти жителей, чтобы Христос побыл у них некоторое время. А потом, что написано? Что они сказали женщине? Они сказали, что мы уже веруем не по Твоему слову, а потому что имели встречу сами лично. И причём вот это второе, оно более яркое событие. Первый раз они уверовали по слову написано «женщины», потому что они так ей говорили. Мы уже веруем не по Твоему слову, а уже видели сами. Братья и сёстры, теперь второе событие, которое здесь описано, что после этого Христос возвращается в Канну Галерейскую, там, где сотворил первое чудо. Помните, да? Это притворил воду. Дети, воду во что превратил Христос? На браке он был. Самое первое чудо написано. Во что? В вино. Совершенно верно. Так вот, вот в этом же селении, там написано, был царедворец. 49 стих. И царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошёл. «На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил их, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров» и уверовал сам и весь дом его». Братья и сёстры. Что мы видим? Какое сходство между первым и вторым случаем описано в этом Евангелии? Есть два момента, что сначала человек слышит, потом проходит какое-то время, он поверил этим словам. Написано так, что он поверил и пошёл. А потом, когда пришёл, ещё увидел, и написано, что ещё с ним случилось? Уверовал. Вот, братья и сёстры, знаете, что я хотел задать вопрос? Очень часто так бывает. Это вот, знаете, нам сегодня такой маркер, лакмусовая бумажка. Где мы сегодня находимся? На пути нашего поклонения Богу. Мы находимся на том пути, когда мы слышим Слово Божие, мы вроде бы поверили, но ещё не уверовали. Или же мы всё-таки имеем личную встречу и уверовали? Братья и сёстры, просто зададим себе вопрос. Пусть нас Господь благословит, вот мы, чтобы помолились так, чтобы мы, личное своё счастье, вот было как второе, и уверовал сам, а дальше и дом его уверовал. Почему? Потому что это сделалось в царедворце, у этого царедворца, это сделалось его жизнью, это сделалось его источником, он увидел настоящий источник, он поверил полноценно. Вот это вот, вот это не передать. Каждый из нас, я думаю, это, надеюсь, это пережил. Братья и сёстры, надежду нашего на Господа никогда не оставлять. Бог к нам никакого отношения не поменял, братья и сёстры, никак. Мы меняем отношения. Мы, источники, мы сегодня ответственны за именно своё счастье. Счастье. Либо мы его находим в Боге, либо не находим. И жизнь, счастливая жизнь христианина, она гармонична. Ну, в каком плане, братья и сёстры, я сам в жизни своей иногда заблуждался в том, что гармонично жить, это хорошо, вот так спокойно, всё будет хорошо. Нет, братья и сёстры, вот Владимир Андреевич, музыкант, да, у нас хороший, регент наш, вот если нажать чисто басовую ноту, да, на пенино, как она звучит? Одиноко, низко, мрачно. И самую высокую, пескляво, пронзительно, тоже мрачно. Вы возьмёте аккорд, он уже звучит, да, что-то. Братья и сёстры, а если вы возьмёте навык, вот человек, обладающий навыком играть на инструменте, а ведь это большой, кропотливый труд, братья и сёстры, нам гармоничную жизнь, Бог вот такую предлагает, она будет и со всего состоять. Но именно наша задача научиться вот этому навыку. Поэтому так и удивительно, так источники есть. Вон, вот он, бери, пользуйся, учись. Ведь ты, ведь в нас заложено вот это чувство или вот это стремление всегда к чему-то новому. Жизнь настолько разнообразна, она полна всяких и переживаний, и радостных, и горестных, но в совокупности с Богом это гармония большая. Потому что Бог через это учит нас всему. Самое главное, Он учит нас любить. Пусть нас Господь благословит, братья и сёстры. Вот у нас сегодня знаки любви стоят, знаки любви самого Бога. Какова гармоничная жизнь Его по отношению к нам? Он создал эту вселенную. Мало того, и как Он добился нашего расположения, Он отдал Сына Своего. Это удивительно. Помолимся в этот час, попросим Его милости и благословения, и проверяя свое сердце сегодня еще, и оценивая то, что для нас сделал Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok